В эти дни центр глобального здравоохранения. Врачи и ученые из 80 стран обмениваются опытом и говорят об инновациях в медицине. На конференции находится моя коллега Гульдана Кален. Гульдана, здравствуйте. Расскажите подробнее, какие тезисы уже прозвучали. Приветствую, Диана. Во-первых, конференция поражает масштабами. Больше 200 делегатов из 80 стран. Это мировые светила науки, представители Всемирной организации здравоохранения, ученые. В том числе и казахстанские врачи обсуждают глобальные тренды в сфере здравоохранения. И, конечно же, создают новый вектор развития первичной медицины. Панельные дискуссии на самые различные темы. Это укрепление модели предоставления услуг от болезней к здоровым людям. Это роль первичной медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. А также роль финансирования в повышении эффективности первичной медико-санитарной помощи. Вообще, в целом, эксперты отрасли неустанно повторяют, что основное право каждого человека – это здоровье. Что медицинская помощь должна быть легкодоступна для каждого гражданина любой страны. Впервые, кстати, об этом заговорили 45 лет назад в Алмате. Тогда, напомню, собрались представители больше 130 государств. Они тогда приняли Алматинскую декларацию, по которой руководствовались практически во всех странах мира. И вот 5 лет назад документ доработали, приняли Астанинскую декларацию, где было принято решение больше финансировать сферу здравоохранения. И вот сейчас, сегодня, вернее, глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи вновь в столице. И я думаю, что прошло достаточно времени проанализировать, в частности, реализовались ли на практике все те моменты, которые прописаны в Алматинской и в Астанинской декларации. Об этом нам расскажет представитель Министерства здравоохранения. Гульнар Старсенбаева, здравствуйте, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, сейчас, в данный момент, сфера здравоохранения Казахстана, насколько она продвинулась и, в целом, над чем еще нужно работать? Добрый день. Да, действительно, сегодня очень такое уникальное событие для нашей страны. На нашей площадке собралось более 80 стран по обсуждению вопросов успешного и устойчивого развития первичной медико-санитарной помощи. И Казахстан, как родина Астанинской, Алматинской декларации, следует всем этим принципам. Сегодня в нашей стране каждый гражданин имеет доступность к оказанию первичной медико-санитарной помощи. В своем выступлении министр здравоохранения отметила, что основным полагающим фактором в укреплении это все-таки является высокая политическая поддержка. Глава государства сегодня открыл эту конференцию и дал напутствие всем странам и нашей стране по обеспечению устойчивого охвата услугами здравоохранения. Это хорошо. А скажите, пожалуйста, какие есть достижения, чем мы можем похвастаться и над чем нужно работать нам? Действительно, на сегодняшний день у нас в стране имеется достаточное количество объектов первичной медико-санитарной помощи. Население у нас охвачено этими услугами ПМСП. У нас идет устойчивое финансирование, которое с года в год растет. Сегодня 86% всего общего финансирования, 56% это приходится на амбулаторно-поликлиническую помощь. У нас в стране развиты такие услуги, как оказание не только медицинской, но и медико-психологической помощи. То есть не только оказывают помощь врач, но в этой команде работают и психологи, работают и социологи. У нас интегрированы в ПМСП такие службы, как противотуберкулезная, онкологическая служба, психиатрическая. И сегодня нужно отметить, что многие страны поднимали, чтобы для успешного развития ПМСП необходимо ее устойчивое финансирование, необходимо обратить внимание на ментальное здоровье. Все эти механизмы для нашей ПМСП на сегодняшний день реализованы. И ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нам показала. Да, действительно, есть глобальный вызов, над которым нам предстоит еще работать. И эта площадка сегодняшней конференции позволит нам обменяться опытами, выбрать приоритетные направления. И каждая страна для себя возьмет тот опыт, куда ей двигаться, какие положительные международные опыты можно у себя реализовать. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Я добавлю то, что с прошлого года у нас в стране, по данным Министерства здравоохранения, внедряется передовая практика, человекоориентированный подход, который рекомендован и Всемирной организации здравоохранения. Также за последние годы в стране стали больше финансировать именно амбулаторное лечение. То есть за три года диагностическая помощь увеличилась в семь раз, а доступность МРТ возросла в шесть раз. Кроме того, также напоминаем, что до 2025 года в стране построят 665 центров первичной медико-санитарной помощи. В целом прогнозы неплохие, но это еще не все. Отрасль требует инноваций. Вот так какие именно. Будем дальше следить за конференцией. И уже в следующих эфирах более подробно расскажем. Спасибо, Гульдана. Напомню, наша коллега Гульдана Кален сейчас находится на конференции по первой медико-санитарной помощи в Астане.